Приближающийся Новый год внес свои коррективы не только в транспортную жизнь города, но еще и в торговую. На покупку продуктов для новогоднего стола осталось совсем немного времени. О том, как изменился предновогодний рынок, в сюжете Ксении Косицыной. Самое новогоднее из всех блюд, салат Оливье, в этом году подорожал на 27 рублей по сравнению с уходящим годом. По данным ежегодного специально проводимого исследования, больше всего за Оливье в этом году заплатят в Хабаровске 284 рубля. А меньше всего у нас, в Нижнем Новгороде, 184. Что же происходит с ценами на продукты питания, мы попытались выяснить, отправившись на один из рынков города. Цены на мясо возросли. Закупка на 100 рублей подорожала. В течение года поднимается цена. Как доллар, как бензин поднимается, так и у нас цены поднимаются на все товары. Уклады комбинат поднимают, им привозят уже дороже, и мы существенно уже ставим дороже. Поднялась селедка, гласольная, очень поднялась в этом году. Треска, пикши, минтай. Процентов 10, наверное. Поднялись цены. Процентов на 50, наверное. Набрали холодильников, телевизоров, машин нахватали, а на продукты не хватает денег. Кризис сказывается на Нижегородцев. Дали меньше есть в этом году. Кризис не кризис, Новый год есть Новый год. Я вот люблю индейку. Это чувашская, да, Танюш? Я ее всегда беру с черносливом. Ну и колбаски какую-нибудь сейчас отведаю, какая понравится. Колбасу хорошую берут, и мясо хорошее берут, конечно. Вареную на салат берут, копченую в нарезку берут, мясо в нарезку. Трески вот купила и форели купила. Треску на второе блюдо, а форели тут в нарезку пойдет. И вот кальмары, креветки еще вот надо быть купить тоже на салаты. Все дорогое, ну че ж теперь, хочется праздника. Все берут, пробуют, берут. Пармезан для Цезаря, брынза для греческого. Нам же не тонну надо для праздника, наверное, кусочек в состоянии купить. Тут родные, близкие люди, надо угостить, самим надо порадоваться. Андарины, естественно. Самый новогодний продукт. Ну, по-моему, они в прошлом году были 150, сейчас беру по 120. Потому что в этом году много стали привозить, заплатили. Когда больше будет, как больше. Потом ремешки застегнем после Нового года. А сейчас, мне кажется, все оттягиваются напоследок. Обычно те годы после новогодних праздников цены снижаются 15-20%. А в этом 15-м, что будет, пока не ясно. Каков же дальнейший прогноз, что будет с ценами? Этот вопрос мы задали одному из самых умных людей России, Анатолию Вассерману, который сегодня приехал в наш город. Рост цен продлится, поскольку война продолжается. Четвертая мировая экономическая война – это в первую очередь война ценовая. Другое дело, что резких скачков я не ожидаю. Что в самом худшем случае, при самых неблагоприятных обстоятельствах, мы опустимся до уровня примерно 2009-2010 года. А дальше, я думаю, начнется реорганизация нашего хозяйства и на этой основе повышение благополучия.